Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык с каналом Рус Турис. С вами снова Андрей с новым рассказом. Пока мы с вами изучаем русский язык, герой нашего сегодняшнего рассказа занимается изучением турецкого языка. Давайте посмотрим, какими приемами в изучении иностранных языков он может с нами поделиться. И не забывайте о возможности включить субтитры к нашему сегодняшнему рассказу на английском и многих других языках. Итак, поехали! Прежде чем принять окончательное решение о переезде в Анталию, я много читал про историю и современный быт Турции, чтобы понять, подходит ли мне страна и действительно ли мне туда надо. И еще я учил турецкий язык. Я искренне считаю, что жить в любой стране без знания языка просто неприлично. Сегодня я понимаю речь и читаю на турецком языке на уровне B1, а вот говорю где-то на А2. Но я не останавливаюсь на достигнутом и активно продолжаю изучение языка. В наши дни изучать иностранный язык легко. Было бы желание. Я разделяю весь мой опыт изучения турецкого с ноля на четыре части. Первое. Видео-уроки на YouTube. С этого я начал. Посмотрев множество видео, я остановился на канале, который продолжаю смотреть до сих пор. Это канал Анастасия Пикташ. Очень лаконично, без воды и с классными примерами. Других таких полезных каналов для изучения турецкого языка я пока не знаю. Как и все новички, я начинал с алфавита. Это нужно, чтобы уметь читать турецкие тексты. Затем я перешел к изучению простой грамматики и расширению словарного запаса. Слова я учил в формате обычных карточек. С одной стороны на русском, с другой на турецком. Сейчас у меня накопилось уже около двух тысяч карточек. Работать с таким количеством уже становится неудобно. Поэтому я все чаще начинаю пользоваться приложением Anki. Но в свои старые бумажные карточки я тоже заглядываю время от времени. Все это помогло мне самостоятельно дойти до середины А1. А потом к карточкам и каналам YouTube я добавил занятия с репетитором. Мне показалось, что в одиночку я начинаю терять мотивацию и я решил себя подстраховать. Второе. Занятия с репетитором. Со временем я понял, как разумно было взять репетитора. И дело даже не в живом общении. Главное это исправление ошибок. Я, когда занимался без репетитора, вроде бы все правильно делал. Согласно грамматике и словарям. Но я не видел, есть ли у меня ошибки или их нет. И никого не было рядом, чтобы проверить меня и поправить. Ну и, конечно, турецкую фонетику без репетитора мне было трудно осилить. Я начал заниматься с Мариям. Она турчанка, но русская турчанка. Родилась и выросла в Баку. Мы занимались примерно полтора года. И благодаря Мариям я начал не бояться произносить турецкие фразы и постепенно приучил свои уши и свое горло к звукам турецкой речи. Сейчас я планирую продолжать занятия уже с турецким преподавателем-носителем языка. Третье. Живое общение с носителями языка. Мне очень повезло во время моих поездок по Турции познакомиться с отличными ребятами и сохранить дружбу с ними. В каждый мой приезд в Антавию мы много общаемся. А так как они не знают русского, у меня просто нет выбора. Я или могу объясниться, или нет. Я очень благодарен им за их терпение. Если у вас нет реальных друзей, поищите виртуальных. Есть специальные сайты, где можно найти носителя языка, который изучает ваш родной язык. И на этом обмене отлично практиковать устную речь. Многие рекомендуют просмотр фильмов и сериалов на турецком. Я не очень люблю сериалы, но ради практики парочку осилил. Только не совершайте мою ошибку. Я сначала пытался смотреть сериалы без субтитров и не сразу понял, что это неэффективно. Субтитры реально помогают новичкам. По крайней мере, пока вы не перейдете на уровень Б2. Четвертое. Учебники, пособия и художественные книги. За два года изучения турецкого у меня накопилось много всякой литературы. Если говорить о пособиях, то я считаю, you must have. Словарь. Чем больше слов, тем лучше. Пособия по грамматике и сборники упражнений с ответами. Ответы — это важно. Пособия с диалогами и учебными текстами с аудиоозвучкой. В отношении художественных книг могу сказать одно. Не стоит читать что-то серьезное, пока не освоите чтение на турецком хотя бы на уровне А2. Пока я не дошел до этого уровня, мне вполне хватало учебных текстов. И только потом я купил первые книги. Ими стали «Властелин колец» и «Гарри Поттер». Почему именно эти книги? Просто потому, что это мои любимые произведения. И я их много раз читал и перечитывал на русском. И знаю почти наизусть. А для начинающего легче читать произведения, где герои и сюжет вам известны. Но не стоит сильно увлекаться только знакомыми книгами. Пару книг одолеете, а потом переходите на что-то новое. Вот такой мой прогресс. Признаюсь, я не сильно талантливый в языках. Не полиглот. Но если заниматься, то язык к тебе приходит. Сам не замечаешь, как начинаешь использовать фразы на улице. Здороваться со знакомым продавцом. А потом друзья турки просят рассказать русский анекдот. И ты неожиданно для себя рассказываешь его по-турецки. И всё получается. И все смеются. Знать языки — это круто. Верьте в себя. Вот такой рассказ, друзья. Изучая иностранные языки, мы пробуем самые разные способы, методики и приёмы. Я буду очень рад, если вы напишите о способах и методах изучения русского языка, которые нравятся вам. Которые подходят вам лучше всего. Результат от которых наиболее заметен для вас. А у меня на сегодня всё. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи. И пока.